Вот русская смута. Что значит смута? Смута это значит кризис всех систем. Кризис государственный, кризис нравственный, кризис экономический, системный кризис российского государства. Такие смуты в нашей истории время от времени появлялись. Ну вот та смута, о которой мы сейчас будем говорить, это конец 16-го, начало 17-го века. Но нечто подобное было у нас и, скажем, в 1917 году. Нечто подобное было и в конце существования Советского Союза. И вот возникает интересная закономерность. Русская смута имеет периодизацию. Русская смута это обычно около 15 лет. Вот примерно 15 лет нужно нашему государственному организму, нашей России, чтобы по каким-то своим таинственным законом преодолеть вот эту вот тяжелую полосу и выздороветь. До сих пор мы видели, что Россия выздоравливала после смуты. Будем надеяться, что и впредь оно так будет. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19-го века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Русская смута это своего рода болезнь. Это болезнь государственного и общественного строя. Но вот первая смута, это смута, которая связана, конечно, с именами Бориса Годунова, царя Федора и так далее. Но начать надо с момента кончины Ивана Грозного. Иван Грозный оставил Россию в развалинах. Его гениальные проекты были всего лишь проектами. Из того, о чем он говорил, осуществлено было очень мало. Но проблема была в том, что страна была с подорванной экономикой, с ослабленной армией. И нужен был очень хороший руководитель, чтобы в этой обстановке действовать позитивно. И вот, к счастью, для России такой руководитель нашелся. Это был знаменитый боярин Борис Годунов. Борис Годунов был человеком, близким к царской семье. Наследник престола, царь Федор, был женат на сестре Бориса Годунова, на царице Ирине. И таким образом он был вхож к государю. И государь привык прислушиваться к его советам. И вот Борис Годунов становится фактически правителем государства. Своего рода премьер-министром при царе Федоре Ивановиче. Управлял Борис достаточно грамотно. И постепенно страна возрождается. Были драматические ситуации. Ну, например, 1591 год, 15 мая, когда в Угличе погиб царевич Дмитрий. Это одна из самых загадочных таких историй этого времени. Дело в том, что Иван Грозный был женат 6, не то 7 раз, смотря как считать. И вот в последнем браке с Марией Ногой у него был сын царевич Дмитрий. Когда Грозный умер, то в властик пришел Федор. И Федор сказал, что нам этого мальчонку здесь, в Москве, не нужно. И вместе с его родителями, с его родственниками, они были отправлены в ссылку в Углич. И вот там, в Угличе, 15 мая 1591 года, произошла вот эта знаменитая драма, которая, по сути дела, была таким вот началом смутного времени. Царевич, которому было 8 лет, играл в ножички. И по одной версии, он в это время был схвачен приступом эпилепсии. И он упал так неудачно, что напоролся на этот ножичек, которым он играл. Это одна версия. То есть несчастный случай. Другая версия состояла в том, что его убили, что его убили присланные из Москвы Борисом Годуновым люди, с тем, чтобы устранить конкурента, поскольку якобы Борис Годунов уже старался подготовить себе путь к трону. Но так или иначе, то ли это несчастный случай, то ли это убийство. Но я думаю, что ничего особенного бы не произошло, если бы не скончался царь Федор. Царь Федор умер в 1598 году в возрасте 40 с лишним лет. Ну и дальше начинается борьба, естественно, борьба за власть. И в этой борьбе боролись боярские кланы. Понятно было, что тот, кто победит, будет диктовать свою власть, свою волю. Поэтому нужно было найти какое-то устраивающее всех решение, каким образом найти нового государя. И тут вспомнили о том, что существует такой механизм, как Земский собор. Это съезд представителей разных сословий российского государства. Так вот, Земский собор избирает Бориса Годунова. Борис Годунов находится на троне с 1598 по 1605 год. В целом, его правление было достаточно разумным, достаточно конструктивным. Но этому человеку катастрофически не везло. В 1601 году начинаются стихийные бедствия. Подряд три голодных года. Страшный голод в стране. Годунов делает все, что можно. Он открывает государственные житницы. Он раздает бесплатно хлеб народу. Он пытается каким-то образом помочь людям выбраться вот из того положения, в котором они оказались. И все равно около 30% населения погибает. Дороги завалены трупами. В такой обстановке, естественно, православный народ начинает искать виновного. За что Господь такое наказание русской земле послал? И дальше начинается цепочка рассуждений, что да, это божья кара. Но божья кара бывает за что-то. Чья божья кара? Это божья кара государь виноват. Борис Годунов. А почему? Потому что Борис Годунов ведь неприродный государь. Вот в чем все дело. Дело в том, что если государь природный, то есть сын правящего государя Юриковича, это одно. А Борис Годунов государь неприродный. Он избранный государь. А избранный государь с точки зрения рядового русского человека, это нонсенс. И вот таким образом, когда начинаются поиски виноватого, тут же начинают говорить, а вот же Борис Годунов, он же незаконный. Он же сел на трон, хотя не должен был на этом троне находиться, потому что кто такие Годуновы? Ну, провинциальные воченики из Костромы, которые какими-то путями под коверных махинаций, значит, захватили трон. Борис виноват. В этой обстановке появляется идея самозванца. То есть появляется некий человек, о котором сейчас 90% историков говорят, что это был бедный галлический дворянин Григорий Отрепьев. Этот Григорий Отрепьев бежит из России в Польшу. В Польше он объявляет себя спасшимся в Угличе царевичем Дмитрием. И под этим знаменем, получив субсидии, так сказать, хорошие материальные от поляков, он собирает войско и вступает в Россию. Начинается поход Лжедмитрия на Москву. Начинается поход 604-605 годы. И оказалось так, что никто не хочет защищать Годунова. Ну и вот это вот шествие царевича, оно приводит к тому, что в апреле 605 года Борис Годунов умирает внезапно от инсульта, скорее всего. После этого два месяца на троне находится его сын Федор Борисович. Но Федор Борисович не в состоянии был удержать страну вот в том шатком состоянии, в каком она оказалась. И когда Лжедмитрий со своими войсками подступает к Москве, то никто уже из московской аристократии не желает жертвовать собой, жертвовать своими войсками для его защиты. В результате Лжедмитрий входит в Москву. По его распоряжению Федор Борисович Годунов, молодой царь, был убит. И начинается краткое правление Лжедмитрия I с 1605 по 1606. Около года правил Лжедмитрий. Ну, правление Лжедмитрия – это наступление хаоса. Историки давно уже размышляют над таким вопросом, что, собственно говоря, было причиной смуты. Ну, и вот после долгих дискуссий пришли к выводу, что было четыре основные причины смуты. Первая причина смуты – это резкое ухудшение положения крестьян в связи с отменой Юрьева дня. Крестьяне становятся, ну, как, вот знаете, такой костер, который уже сложен, и остается только бросить спичку, бросить огонь, и все загорится. Вторая причина смуты – это, конечно, борьба боярских кланов. Борьба боярских кланов. То есть сначала они хотели свалить Годунова, потом они начинают валить Шуйского, потом появляется кандидатура Романова. Борьба боярских кланов. Эгоизм правящей верхушки – это вторая причина. Третья причина – династический кризис, смерть царя Федора. Ну и, наконец, четвертая причина – это интервенция. И вот поход Лжедмитрия на Москву. И вообще все это правление первого Лжедмитрия, оно замешано на Польше, на польских интересах. Весной 1606 года в Москве вспыхнуло восстание, в результате которого Лжедмитрий I был убит. На место правителя восходит Василий Шуйский, боярин Шуйский, который принадлежал к старинному аристократическому роду, который сумел путем интриг и всякого рода махинаций, сумел прорываться к царской власти. Правление Шуйского продолжалось с 1606 по 1610 год. В 1610 году он был свергнут, Москву оккупировали поляки, Шуйский был пленником, отправлен в Польшу. Ну и начинается правление так называемой Семибоярщины, то есть временного правительства, созданного из семи бояр, верхушки тогдашней Боярской думы. Это Семибоярщина правила до 1612 года. По мере того, как усиливается интервенция и поляки в Кремле становятся все более и более агрессивными, возникает движение за освобождение России, патриотическое движение. Это движение имело, как бы сказать, две волны. Первая волна – это первое ополчение. Первое ополчение, которое в итоге оказалось неудачным, но оно существовало. Его возглавляли такие люди, как Прокопий Липунов, как князь Трубецкой. Они подошли к Москве со своими войсками в 1611 году, но были отброшены поляками, и таким образом первое ополчение было неудачным. Через несколько месяцев после этого начинается движение второго ополчения. У истоков этого движения стоял замечательный церковный деятель, патриарх Гермоген, который, находясь в польском плену в Москве под замком в подвале Чудового монастыря, но он ухитрялся передавать на волю письма обозвания, обращенные к православному народу, с призывом идти выручать Москву, оккупированную иноверцами, оккупированную интервентами. И вот письма воззвания патриарха Гермогена произвели сильное впечатление на нижегородского мещанина Кузьму Минина. Кузьма Минин, староста, собрал народ на площади в Нижнем Новгороде, зачитал воззвание патриарха Гермогена и призвал народ собирать средства для ополчения. Второе ополчение было собрано. Осенью 1612 года оно подошло к Москве с тяжелыми боями, с острыми такими боевыми стычками. Но второе ополчение Минина и Пожарского сумело освободить Москву от польских интервентов. И далее, естественно, нужно было избрать нового царя. Для этого использован был механизм Земского собора. Созван был Земский собор. И этот Земский собор после очень таких оживленных, острых прений, в конце концов, остановился на кандидатуре 16-летнего Михаила Романова. Время показало, что это был очень удачный выбор, что это была как раз та личность, которая могла примирить всех. Потому что он был отрог, потому что он не был замешан ни в одной из политических партий того времени. Он вообще в это время в Костроме находился. Но таким образом Россия выходит через восстановление самодержавия. Россия выходит из своего затяжного кризиса, который мы привыкли называть смутным временем. Редактор субтитров А.Семкин